В годы Второй мировой войны порядка 14 тысяч концентрационных лагерей, тюрем и гетто, разбросанных по всей Европе, стали домом смерти для 18 миллионов человек. Их расстреливали, жгли, вешали, душили в газовых камерах. Тела убиенных даже не хоронили. Дети становились донорами и биологическим сырьем для преступных медицинских экспериментов. Одной из них была Лидия Волкович, автор книги о прожитом и пережитом. Обо всех страданиях Лидия Ларионовна старается забыть по сей день, но по сей день сделать это не может. И лишь спустя десятилетия после войны, будучи уже в преклонном возрасте, она изложила свою пронзительную историю. Откровенно говоря, такие воспоминания, они очень тяжелы. Лишний раз не хочется поднимать это все. Это больших нервных клеток стоит. На вечере памяти мелькали кадры документальной хроники. Засчитывались выдержки из воспоминаний очевидцев, находящихся в лагерях смерти. Все эти сведения – лишь малая часть того ужаса, который пережили узники фашизма. Из 18 миллионов граждан стран Европы, прошедших через лагеря, было уничтожено свыше 11 миллионов человек. Многие из них перед своей смертью видели смерть близких и родных. Самое страшное в истории – это то, что погибли дети, что фашизм воевал не только солдатами, концлагерей во время войны прошло 13 миллионов детей. На встрече некоторые из этих выживших тогда, в 1945 году, детей сидели в зале. Сегодня их называют бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей. Очевидцы и участники пыточного ада, который устроили им фашисты, единственные и последние живые свидетели, которые через свои воспоминания и книги рассказывают о так называемой коричневой чуме и ее последствиях. Их биографии с текстами ужасов фашистской неволи – это настоящие уроки мужества для молодого поколения. Дек слухай, юный наш наш чадок, и сердцем с поведью спрямай про фашистовский той парадок, про зверствуй, очмурелых сграй, дек ведай, отчувай и помни, у новую весну неси, надея вере и любови промни по бессморотной матухне земли. Вот что, это для наш чадков, для наших детей, каб ведали, каб помни, каб не допустили.